Добрый вечер, уважаемые телезрители! Сейчас мы вас приглашаем в швейцарский Санкт-Морец. Здесь по программе горнолыжного кубка мира, женского кубка. Первый в сезоне, параллельный славам. И это событие, конечно же, мы думаем, ожидают многие любители горнолыжного спорта. Очень зрелищная дисциплина. Тем более, что соревнования проходят по новым правилам. У нас есть новшества в этом сезоне. И обязательно мы обо всем этом вам расскажем в процессе нашей трансляции. Ну и переходим. Финальные соревнования. Была квалификация. Об этом я чуть позже подробно вам расскажу, чтобы вы понимали, по какой системе тут все проходит. Но финальные соревнования, 1-16, это значит 16 пар, 32 спортсменки. Я думаю, вы прекрасно понимаете. И вот стартовый протокол у вас на экранах. Все девушки, 32 спортсменки, они прошли квалификацию. Отобрались изначально 63 спортсменки. Сегодня с утра соревновались в квалификации. По два раза стартовали, естественно, по синей и по красной трассе. Вы знаете, параллельные две трассы всегда. И вот отобрались они. И финал, и финальную часть мы сейчас с вами полностью увидим. Ну, вплоть, естественно, 1-8, 1-4, как всегда это происходит, вплоть до главного финала. Ну, вот в первой паре 1-16 финала стартовала, ну, одна из главных претендентов, безусловно, Петра Вылхова. Вы видите ее вот перед нами, она по красной. И ее соперницей была представительница Нидерландов Елинкова. Ну, вы видите, что здесь практически в одну калитку, как говорят иногда спортсмены, огромное преимущество было. И еще Елинкова умудрилась сойти с трассы перед самым финишем. Так что у Петры Вылховой проблем абсолютно не возникло. И я просто сразу же скажу, друзья, вот эта часть, 1-16, это начало финала. И здесь вот две попытки. Две попытки. То есть спортсмены стартуют, потом меняются трассами. Меняются трассами, и тогда только выявляется победитель в паре, и он проходит в следующий круг. Начиная с 1-8, со следующей стадии, там будет по одной попытке. Всего лишь по одной попытке. Шарлот Шабл и Кристина Лиздал. Это вторая пара у нас. Ну, примерно равные тут, в общем-то. Соперницы, мы видим, что одна из них, а это швейцарка конкретно, допускает ошибку и вылетает с трассы. Ну, я думаю, для тех, кто, буду ориентироваться, для тех, кто параллельный, может быть, даже впервые смотрит. Хотя у нас в прошлом сезоне, друзья, было три параллельных старта в женском календаре. Два по программе City Event, один там чистый параллельный. И я думаю, что многие, конечно, уже привыкли и систему знают. Но, еще раз повторюсь, в этом году в Вилле есть новые правила, есть изменения. И это мы тоже, конечно, будем с вами отслеживать. Вы знаете, вот, в первую очередь, для тех, кто не понимает, скажет, ну вот, сошел спортсмен с трассы. Нет, все равно ему дается право стартовать во второй попытке. Просто он получает штраф. Как правило, это полсекунды штрафа. И появляется у него шанс еще и отыграться в попытке второй. Но у нас такие варианты есть, а мы их попозже с вами увидим. Пока у нас третья пара. Немка Аккерман и Маруся Ферк из команды Словении. Вот видите, до половины дистанции, в общем-то, такая достаточно равная борьба. Ну, и Аккерман видно даже, да, невооруженным глазом, как говорится, что Аккерман выигрывает свой заезд. Если будут вопросы, иногда нам с вами не видно. Иногда будут часто возникать ситуации, когда спортсмены, ну, практически одновременно, финишируют. Тогда у нас будут видеоповторы, фотофиниш. И с этим мы очень спокойно с вами разберемся. В этом плане для определения победителей никаких проблем не существует. Следующая пара японка Андаса и канадка Сан-Жермен. Вот японка, вы видите, крупным планом. Почти во всех этапах технических дисциплинах японки выступают, но как-то без особого успеха. Посмотрим, может быть, сегодня что-то удастся сделать. Ну, а, друзья, я сейчас, пока две спортсмены стартуют, я вынужден просто отвлечься и сказать вам, что в квалификации произошла, ну, можно сказать, сенсация. Потому что второе место, первую квалификацию сегодня с утра выиграла Петра Вылхова, что совсем неудивительно. А второе место заняла Екатерина Ткаченко, друзья, россиянка. Вот такой великолепный сюрприз, второе место в квалификации. Да, квалификация это еще, так сказать, первая часть соревнований, но все равно было, конечно, очень приятно. И вот посмотрим, как Ткаченко, которая теперь на финале посеяна под вторым номером, друзья, после Вылховой, а значит, получает более слабых соперников. Посмотрим, как она себя проявит. В следующей паре у нас Елена Штофель и Метахроват сейчас разбираются между собой на первой попытке. Так вот, та самая квалификация, о которой я сейчас рассказываю, друзья, это вот впервые. Потому что очень много было дискуссий в прошлом, позапрошлом сезоне. Пробовались, если Вы помните, тоже разные варианты, как проводить параллельный слалом, как делать квалификацию. Были сити-ивенты у нас, Вы помните, да, когда всего 16 лучших по рейтингу приглашалось. Решили, что это неправильно, потому что, ну, как бы, слишком мало участников. Да, это звезды, но слишком мало участников и тоже несправедливый формат. Вот видите, как поднимают. Но к этой картинке мы тоже привыкаем, да. Носки до очень просто, никаких канатных дорог. Хоп, несколько там, меньше минуты, и ты уже на старте. Показали нам, как Петра Вылхова поднимают. Норвежка Холтман против Эстель Альфан, представляющий Швецию. Сейчас Вы видите. Так вот, что касается, ну, вот пришли, наконец-то проголосовали на международной, на конференции Международной Лыжной Федерации. Вот, вроде бы, вот этот формат, который мы сейчас с Вами наблюдаем, он теперь станет постоянным. И, мало того, друзья, очень важная вещь, теперь свой рейтинг и свой зачет. Параллельная дисциплина с лалом выделяется в отдельную дисциплину со своими очками и так далее, и так далее. Ну, вот это, согласитесь, очень правильно, и этого решения мы тоже ждали. Потому что давайте посмотрим на протоколы прошлого сезона. У нас там 12 стартов в зачете по слалому, но три-то из них параллельных. А согласитесь, параллельный формат и чистый с лалом, ну, в общем-то, разные вещи. Фактически это уже разные дисциплины. И вот с этого года, наконец-то, будет все отдельно. Параллельный не будет входить в зачет с лалом, а будет отдельной дисциплиной. И для нам с Вами ориентироваться в этом плане будет легко. Вот такое отступление. Ну, это очень важные вещи, я считаю, потому что это новые правила. Проведение дисциплины очень интересные. Следующая у нас пара Тина Хавер-Лозетт. Посмотрите, как здорово по синей она идет, а? Она против Чарли Квест из сборной команды Великобритании. Выигрывает полсекунды. Большое очень преимущество. Но Нина Хавер-Лозетт признанная специалистка. И по прошлому сезону мы видели. И по запрошлому году она вообще один этап параллельный выиграла. Так что вот такой расклад нас с Вами, конечно, абсолютно не удивляет. 15 секунд. Австрийка по синей, как всегда, вот после, в начале трамплинчик. Ну, такой безобидный для красоты соорудили трамплинчик. Еще один, который чуть-чуть подкрупнее. И который, в общем-то, может принести неприятности, согласитесь. Если вы на какую-то секунду потеряли концентрацию. Очень равная борьба, красивая борьба. Получилась, вы видите, завершилась она в пользу немки. Но еще раз напоминаю, на этой стадии две попытки. Так что у австрийки прекрасный шанс будет на второй попытке, когда они поменяются трассами. И обмен трассами тоже очень справедливое правило, да? Как бы, вы знаете, под GPS-прибором ставят параллельный славам, чтобы, ну, с точки зрения до миллиметров были одинаковые трассы, и все равно идеально не получается. И вы знаете почему? Ну, расстановка ворот-то может быть идеальной. А вот качество трассы вполне может разниться, да? Где-то может быть выбоины появиться, а где-то нет. Поэтому, конечно, формат из двух попыток, он самый справедливый. Тут уже говорится, не попеняешь на то, что одна трасса побыстрее, вторая покороче. У тебя шансы и там, и там. Пожалуйста, доказывай. В этом плане тоже. Софья Годжа, посмотрите, становится специалисткой. У нас слалома параллельного и уверенно выигрывает не у кого-нибудь, а у Лены Дюр. У Лены Дюр, кстати, ведь за всю карьеру одна победа. Причем одна победа именно в параллельном слаломе. И знаете где, друзья? В Москве был параллельный слалом. В 13-м году Елена Дюр тогда одержала победу. Мы все прекрасно помним. Мы ничего не забываем в этом плане. Ну и посмотрите, как ошиблась, да? Вот здесь прекрасно нам стало понятно, почему Годжа столько выиграла. Но Дюр, конечно, может отыграться во второй попытке. Без вопросов. А тут какое у нас противостояние? Американка, да? Да, Нина Абрайен, по-моему. И против нее Анна Бютик, представляющая команду Словении. Ух ты, американка. Видите? Все-таки трамплин вещь непростая. Мы видим, американка равновесие на трамплине потеряла. Но пытается догнать. Пытается догнать она спортсменку из Словении. Нет, не удается. Сократила прямую отставание. Согласитесь, молодец, американка. Но не хватило ей 20 сотых. Ну, что касается параллельно. Вот часто, конечно, многие телезрители, просто любители спорта, пытаются определить, вот что это за дисциплина, куда ее отнести. Ну, друзья, ну, в общем-то, называется параллельный слалом. Значит, близко к слалому. Я имею в виду радиус поворотов, да? Расстояние между ворот примерно такое же, как в обычном слаломе. А вот флаги, как вы прекрасно сейчас видите, флаги взяты из слалома гиганта. И проходятся иногда вот так, как делает сейчас шведка. Свен Ларсон делает, сбиваются прямо двумя руками. Так что здесь специфика очень интересная. И вот учитывая вот эти важные моменты, я бы сказал, ну, честно говоря, что это, в общем-то, где-то промежуточное. Межуточное, да? Если мы берем классику слалом, и слалом гигант в горных лыжах, то вот по манере исполнения это где-то между, друзья, согласитесь. Потому что и флаги сбиваются, иногда в стиле гиганта проходят спортсменки. Ну, то есть кому как удобно. Индивидуальная подстройка, вот я бы сказал, существует. Кому-то удобен этот слалом, эта дисциплина, кому-то нет. И вот это тоже интересно, да? Казалось бы, ну, если ты хочешь слалом, то ты и параллельно будешь всегда близко. Нет, друзья, тут существуют некоторые нюансы. Не все так просто, как говорится. Но мы будем быстро к этому привыкать, потому что параллельный слалом уже уверенно входит в программу. Но женского кубка, друзья, вот у мужчин там консервативнее. В мужском кубке нет параллельных слаломов в этом году. Ну, не знаю, по какой причине там были бурные дебаты. Мужцы решили, что через год не в этом сезоне, а в следующем параллельных будет много. У мужчин пока нет. Ну, а женщины, они впереди планеты всей, как всегда. Они опробуют вот эти все новинки, вот эти новые форматы все. А мужчины так посмотрят со стороны и решат. Более так взвешенно, да? Подойдут, наверное, к этому вопросу. Ну, сами понимаете, тут такая в этом плане интересная, конечно, ситуация. Венди Холденер, друзья. Венди Холденер, у которой есть победа. Кстати, очень мало побед. Я все время, когда Венди стартует, я все время повторяю, что у нее всего три победы за всю карьеру. Нет ни одной победы в обычном слаломе. Но есть одна победа в параллельном. В параллельной-то она ходить умеет. Вот посмотрим. Ну, для начала надо пройти первый этап. Одну шестнадцатую. То самое, что мы сейчас с вами наблюдаем. И посмотрите, Бассина-то ее обходит, причем уверенно. Накатывает на финиш итальянка Бассина. Вот вам и первый сюрприз. Марта Бассина обыграет Венди Холденер, друзья. И вот посмотрите, вот как раз они, вот эти пара девушек раскрыли нашу тему. Я говорил, а кому здесь легче? Тот, кто гигант ходит или с лалом в параллельном. Посмотрите, Бассина обыграла слаломистку Холденер. Казалось бы, да? Вроде бы тогда Бассина же недавно выиграла этап Кубка Мира в гиганте, друзья. А Холденер постоянно слалом и в призах. А вот видите, в параллельном неизвестно еще, чья тут возьмет. Так что давайте действительно определимся на том, что параллельная, своеобразная такая дисциплина, в которой есть часть слаломная, часть гигантская. И в этом плане, думаю, что это очень интересно. Ну, видите, соревнования идут в максимально быстром темпе. Только одна пара финиширует, сразу же стартует другая. Грич и Хектор разбираются на равных, практически, друзья. 6 сотых, все разница между австрийкой. Но Грич, себя уже мы видели в прошлом сезоне, молодая австрика проявила и показала, что она параллельно именно умеет здорово ходить. Так что от нее можем ждать сегодня. Высокого результата вполне. Так, сейчас у нас была 14-я, сейчас будет 15-я. В 16-й паре, и напомню, Екатерина Ткаченко, которой попалась, ну, не самая сильная соперница, Алин Даньо, из команды Швейцарии. Пока у нас Бриньоны, Бриньоны, которая становится, ну, уже давно стала специалисткой широкого профиля, согласитесь, Бриньоны, да, все дисциплины ходят, молодчина, как и Шифрин, и везде отличается, везде. И не даром она выходит на второе место в общем зачете Куку Камера, друзья. Вот, ответ-то простой. Ну, а главной героиней очередного сезона Шифрин мы сегодня не увидим, друзья. Она пропускает старт. Но я прошу поклонников не беспокоиться. Мы знаем, что Шифрин все в порядке, здоровье у нее, все хорошо, но вот немножко подустала. Помните, в прошлом сезоне, да, пропускала Вальгардену, пропустила Гармиш, и сейчас также, в общем-то, прокомментировала, что слишком много стартов в календаре Кубка мира. Она вынуждена планировать и делать иногда паузы. Вот, пауза у Шифрин пришлась на сегодня. Вот Ткаченко у вас прямо крупно на экранах у нас. Видите, она стартует по красной трассе. Алин Данье, швейцарка против нее. Ну, вот посмотрите, Ткаченко второе место в квалификации. Данье еле попала, 31-е. И Ткаченко имеет хорошее преимущество. Ну, видно, да? Друзья, вот еще один вам ответ на вопрос. Катя Ткаченко ни в прошлом сезоне, ни в нынешнем ни разу в тридцатку не попала, ни в слалами, ни в гиганте. И посмотрите, как она смотрится в параллельном. Значит, значит, ей тут удобно, значит, техника у нее как раз вот подходит именно для параллельных соревнований. Ну, что, это приятный для россиянки факт. Может быть, здесь будет прорыв. Потому что, в общем и целом, вы знаете, наша женская команда, ну, мягко говоря, бледно выглядит многие последние сезоны и вот появляется какой-то просвет вот в параллельном. Так, закончилась первая попытка и результат у вас на экранах. Ну, ДНФ, это значит дитнот финиш, значит, спортсмен сошел с трассы. Плюс 0.22 это проигрыш в каждой паре. У кого как, вы видите, 0.50, 0.46, где-то совсем плотно решилась. Так что, первая попытка 1.16 финала завершилась. Мы сделаем небольшую паузу и затем будет попытка вторая. продолжаем нашу трансляцию. Напоминаю, уважаемые телезрители, параллельный слалом в исполнении женщин в швейцарском Санкт-Морице. И вторая попытка 1.16 финала. Мы видим, что намного позже открылась калитка у соперницы Петра Вылхова и соперница у нее, ну, не самая сильная, конечно, давайте прямо говорите, Адриана Елинкова, представляющая Нидерланды. И мы видим, что, ну, просто тренировочный заезд для Петра Вылховой получается, да? Попробовала она, уже распробовала трассу. Ну, так, две попытки в квалификации Вылхова прошла, а сейчас две попытки в 1.16, и все у нее, в общем-то, складывается, как мы и ожидали. Петра, конечно, специалистка в этой дисциплине, ну, как, в общем-то, и с лалами, мы помним два прекрасных финала прошлого года, когда они боролись с Шифрин, помните, да? Причем, с переменным успехом один раз выиграл Вылхова, один раз Шифрин, третий параллельный выиграл Шифрин, опять же, только против нее была Кристина Гайгер, немка, которая теперь у нас Аккерман, она вышла замуж, я думаю, уже давно привыкли, у нас не первая трансляция, но в новом сезоне и Кристина Гайгер, теперь по фамилии Аккерман, ну, а во второй паре Лиздал, уверенно, обыгрывает швейцарку Шабл, тоже тут без вопросов, получилось серьезнейшее преимущество у Лиздал, но Лиздал, проходя следующий круг, друзья, попадает на Вылхову, и сами понимаете, что против Вылхова уже будет совсем другая картина, уже будет достаточно тяжело, конечно, ей, это уж точно, ох, как цепануло флаг, вот это тоже такие часто бывают моменты в параллельке, ну, а вот как раз Аккерман, о которой мы вспомнили, в связи со сменой фамилии, в том числе, и в связи с тем, что она была в финале одного из параллельных соревнований прошлого сезона, Аккерман, ну, я думаю, вы узнаете сразу, хотя бы и по форме, в том числе, потому что у команды Германии вот эта расцветка, она уже, как ее называют, расцветка, типа зебра, не меняется уже много лет, А вот у Ферк, у славянцев, наоборот, форма изменилась, и мы с вами привыкаем. После салатовых цветов вот сейчас в белосиних выступают славянцы, ну, и мы видим, что у Ферк тоже шансов никаких практически против сильной немки не было. Прекрасная погода после вот таких ненастных дней здесь в Сан-Морице установилась. Снега вообще проблем нет во всех Альпах, не только в Сан-Морице, а вообще и в Италии, и во Франции снега навалило очень даже много, так что и проблем с соревнованием, да и вообще с катанием для любителей, особенно Рождество европейское приближается, согласитесь, Новый год, как всегда в популярных центрах уже нет свободных мест, друзья. Это все мы с вами проходили, знаем. Ну и здесь в этой паре ну попыталась, давайте прямо говорить, все-таки попыталась Японка оказать сопротивление, но все-таки не готова она еще с Канаткой соревноваться на равных и Сан-Жарман проходит следующий круг. Вот старт в исполнении Канатки. Вот, смотрите, какая панорама швейцарская, да, вот с этого плана очень красиво, конечно. Хроват в Словении, естественно, против Елены Штофель. У нас в следующей паре вторая попытка. Первая попытка выиграла Хроват. Посмотрим, что будет во второй. Друзья, еще раз напоминаю, вторая попытка, разница учитывается в том, что калитка у того, кто победил в первой, открывается раньше. Это, естественно, ровно настолько, насколько был разрыв. хроват и вторую выигрывает. и проходит тоже, я бы сказал, с уверенным преимуществом. Хроват проходит в одну восьмую. Смотрим на следующую. Это уже шестая пара у нас. Норвежка Хольтман против шведки СЛФА. Ну, такое скандинавское противостояние у нас в этой паре. Швеция против Норвегии. Но принципиальный спорт, друзья, принципиальный. Во всех лыжных дисциплинах, хоть лыжные гонки, хоть биатлон, хоть прыжки из трамплина, Швеция, Норвегия, это всегда принципиально. Это, ну, просто кровь из носу. Надо побеждать. Соседи в этом плане непримиримые враги. Ну, на трассах, друзья, на трассах. Не в жизни, слава богу, нет. Альфан, как уверенно, обыгрывает Хольтман. Просто шансов не оставила Истель, а? Представляете, обидно французам-то. У французов и никого нет в финале, даже параллелки. А ведь Эстель Альфанто выступала много лет за Францию, вы помните, друзья, она только второй год за Швецию выступает. Поменяла спортивное гражданство, такое тоже бывает. Не поделили что-то в сборной команде Франции, вернее, даже не она сама, ее папа, нам известная история. И вот, а так как мама шведка, то проблем не было вообще никаких с переходом. Кроссблок. Вот так называется, друзья. Вот когда вы видите, что спортсменка в параллельном двумя руками сразу сбивает два флага, это называется кроссблок. Так уже принято в горных лыжах. Вот прием хороший. Нина показывает, да, мы видели сейчас. Но я буду обращать на это внимание. Это такое современное. Это, знаете, шведы придумали, это Мюрер с Харгином придумали еще три года назад. Вот такое вот прохождение ворот. И очень сильно это практиковалось, мы видели, у мужчин. А вот и женщины переняли с прошлого сезона уже, но не на постоянной основе. Кому-то это подходит, такой прием, кто-то и не может его исполнять. И это тоже мы с вами прекрасно видим. Так, Дюр с Годжей, друзья, ну что, Дюр проиграла серьезно, и вот сейчас нет, я поторопился, это у нас Швоц и Труппы, да, да, я поторопился, будет интересная пара Дюр и Годжа, согласитесь, пока на австрийку смотрим. Катарина Труппы явно посильней, пытается немка, без последних сил согласиться на финише, она пыталась австрийку достать, но и даже, по-моему, посмотрела, друзья, ну, вы знаете, правилами не запрещено, но я бы сказал, что это абсолютно не рекомендуется, нельзя смотреть на соперника, который идет рядышком по параллельной трассе, это отвлекает, из этого теряешь координацию, это вообще нежелательно, но очень подмывает некоторых, согласитесь, взглянуть, а как там соперник, как он идет рядом, вот, Годжа и Дюр, ну, Дюр-то, конечно, вроде потенциально посильнее, но видите, калитка у Годжи на полсекунды быстрее, раньше открылась, у нее преимущество, и у Лены, конечно, серьезный сейчас момент, она пока отстает, но может догнать, она параллельно ходит давно и умеет его ходить, да, догнала, уже догнала, остается пять ворот до финиша, вот видите, да, все-таки всего лишь две сотых, но Лена Дюр все-таки компенсировала, вот, друзья, как раз по этой паре прекрасно видно, что одна попытка еще ничего не решает, полсекунды было запаса, но если ты мастер, ты можешь все это отыграть, и вот Лена Дюр нам в этой паре прекрасно показала, прекрасно показала, и выходит она в следующий круг, ну а Софья Годжа выбывает из соревнований, и напомню, друзья, по правилам все спортсменки, которые участвуют, а это 32 спортсменки, понятно, что одна 16-я финала, все получат по таблице, по обычной таблице очки в зачет Кубка мира, Ана Пютчик уверенно обыгрывает Нина О'Брайен, но в этой паре мы как-то тоже особо не сомневались, да, расстроилась, мы видим, да, Годжуна показывают, немножко расстроила Софья, потому что, ну, наверное, настрой был пройти, да, все-таки запас был, не удалось, к сожалению, для итальянки, ну, а сейчас, ну, вот, я в данном случае считаю, что неровная пара, потому что шведка Свен Ларсон, конечно, по классу намного выше, чем спортсменка из Чехии Дубовска, но параллельно с Ланом вещь такая, тут все может даже с самыми лучшими произойти, так что мы, как правило, можем только предполагать, соревнования очень быстрые, вы видите, тут всякое бывает, и флаги хватает, и все что угодно, спортсмены, но чуда не произошло, нет, все-таки уверенно, уверенно, обе попытки выигрывает Свен Ларсон, тут проходит дальше, Ну, это финишная зона, тут активное, видите, обсуждение, тут и тренеры, и дипперсоны, и корреспонденты, мы видим Биткун, тут все в финишной зоне забито, еще одна спортсменка приличная, которая ходит параллельно, это Катарина Линсбергер, кстати, она справа у нас на трассе, и против нее Ирена Куртони, очень опытная, самая опытная возрастная спортсменка сейчас в женском кубке Куртони, и посмотрите, вот вам, друзья, еще один интересный момент, Куртони 34 года, казалось, уже скорости у нее нет, а она что, она все-таки обыгрывает Линсбергер, молодую, талантливую, быструю, а, вот где здесь, казалось бы, со стороны логики, кто кого должен обыграть, в данном случае опыт, одержал серьезную победу, Куртони, молодец, проходит Линсбергер, и будет со Свен Ларсен, вот там будет ей тяжело, со Свен Ларсен, бороться в следующем круге, Холденер и Басина, друзья, Холденер на грани, Холденер проиграла первую попытку, ей сейчас надо обязательно выигрывать, ну, это понятно, вторая попытка, кто выиграл, тот и проходит, Вакара отстает Холденер, посмотрите, какая сильная соперница оказалась, Басина-то, а, в параллельном, да, там слышим, и как болеют, конечно же, на трибунах, в том числе, но, и болельщики помочь не могут, друзья, вот первая сенсация, одна из фаворитов, Венди Холденер, вылетает на стадии 1-16 финала, и ее битчица, это Марта Басина, она у вас на экранах, молодец, Марта, в хорошей вид на форме, да, ну, что говорить, совсем недавно выиграла этап кубка, гигант выиграла, а теперь еще и в параллельном хорошо смотрится, Басина, так, следующая пара, еще одна, австрийка, Франциска Гричи, и Сара Хектор, ну, Гричи очень быстрая девушка, очень, если у нее все получать, смотрите, как она работает, а, просто красота, смотрите, Франциска Грич, смотрите, Хектор, да, ничего не может, тоже старается, держать темп, очень быстрый темп, ну, сами посмотрите, друзья, 28 ворот на трассе, ну, естественно, одинаково, да, что на синий, что на красный, абсолютно одинаково, и Грич все-таки выигрывает, Грич выигрывает в плотнейшей борьбе, 28 ворот, и проходится за 25 секунд, вы понимаете, темп, да, то есть, одни ворота менее, чем за секунду проходятся, и вот, кстати, о чем я говорил, фотофиниш, посмотрите, две сотых, разница, а по расстоянию, это носок лыжи, ну, где-то 20 сантиметров, она проиграла, Бриньоны с Хильцингер, Хильцингер, восемь соточек уступила, на первой попытке, ну, совсем немного, на второй трассе, мы что видим, Бриньоны развивает преимущество, ой, еще и падает, ой, совсем расклеилась, Бриньоны проходит дальше, а Хильцингер упала, друзья, ну, ничего, вот даже упала, да, она выбывает из соревнований, но очки получит, там, ну, она, конечно, будет там 30-32, последний, но в награду ей хотя бы одно очко Кубка Мира будет положено, ну, и сейчас важный момент, потому что, друзья, Ткаченко, Катя Ткаченко, которая уже три попытки здорово прошла, две в квалификации, одну вот в одной шестнадцатой, и сейчас вторая попытка одной шестнадцатой, против нее Алин Даньо, первую попытку Ткаченко выиграла, у нее преимущество в 36 сотых, 36 сотых, и калитка у нее, естественно, раньше открывается, давайте смотреть, да, вот раньше по синей трассе Ткаченко, калитка открылась, но сейчас надо выдержку проявить, есть запасик, мы это четко, кстати, отработать, тем более, что у нее в квалификации, именно на синий, был лучший результат, представляете, у Ткаченко, квалификация, ой, ну, вот надо же, какая ошибка у Ткаченко, а, друзья, ну, вот посмотрите, а, ну, что же такое, несправедливость какая-то, три отличных попытки, вот четвертая была, самое главное, чтобы пройти дальше, но и не зря флаги взвиваются, потому что, до нее обыграла все-таки Ткаченко в личном противостоянии, вы видели сами, вот нам показывают, я думаю, тот момент, когда ошиблась Ткаченко, да, ой, рукой, рукой зацепила, это было четко видно, сейчас на этом замедленном повторе, да, ну, надо же, да, впервые у Кати Ткаченко такой шанс хороший, отличиться в Кубке мира, и вот, она его не использовала, да, ну ладно, теперь хоть берем за основу, берем за информацию, что Ткаченко может, реально может соревноваться, параллельно, правда, вот следующий, так параллельно будет в конце сезона, друзья, вот что обидно, два всего параллельных, в календаре, женского кубка, второй параллельный воры, друзья, воры и аж в марте месяце, ну, вот, окончательные результаты этой стадии, стадии одной, шестнадцатая финала, вы видите, да, те спортсмены, которые с зеленым значком помечены, все очень просто, они проходят следующий круг, в одну восьмую, ну, что ж, все понятно, на этой фазе соревнований, и мы прерываемся, не надолго, продолжаем нашу трансляцию, друзья, женский параллельный слалом, в Сант-Морице, посмотрите, как сформировались группы, у нас уже вторая стадия финала, это уже одна восьмая финала, и мы видим, что Петер Вилхова в сопернике получила Лиздаль, Акерман Сан-Жермен, ну, и так далее, сейчас мы все с вами увидим, ну, и главное, что отличие еще в том, друзья, что сейчас соревнования пойдут еще более в быстром темпе, потому что одна попытка, начиная с одной восьмой, только одна попытка, вот видите Петеру Вилхову, у нее первый номер, который она заработала за победу в квалификации, ее соперница Кристин Лиздал, посмотрите, норвежка молодец, хотя бы в том, что на старте, до первого трамплина, она не проиграла, а вот теперь сказывается преимущество, сказывается, и посмотрите, вот эта техника, да, у Вилховой, которую она применяет, кроссблок, да, вот иногда применяет, иногда нет, да, демонстрация силы, я бы так сказал, у нас сейчас получилось, полсекунды выиграла, Петра Вилхова, без вопросов, обошла она, Лиздал, ну вот, хорошая тоже, верхняя камера, когда нам показывают, да, различные планы, вот эта камера, прям под трамплином установлена, мы видим, что пролетают буквально, горнолыжники над ней, вторая пара, у нас Аккерман против Сан-Жермен, 15 секунд, ну, Аккерман чувствует себя тоже, мы уже видели, по 1.16, чувствует себя очень уверенно, вот она, по синей трассе, Аккерман, ух ты, а канатка-то, посмотрите, как из пушки, здорово вылетела из стартовой калитки, я бы даже обошла чуть-чуть, немку, но здесь, наверняка сейчас равная борьба, да, равная борьба завязалась, и тут уже неизвестно, да, кто быстрее, кроссблок, тоже здорово применяет канатка, и, посмотрите, молодец, молодец, вот что значит, и со старта быстро уйти, да, все-таки это помогло, канатке, практически, догоняла ее немка, и разница совсем маленькая, у нас получилась, вот здесь видно на трамплине, да, где-то на половину лыжи, канатка все-таки была впереди, молодец, ну что, мы еще так, отметили с вами, что на последнем, чисто славанном этапе, канатка слабовато выглядела, но вот в параллельном сегодня смотрится прилично, Метахроват против Эстель Альфан, интересная пара, Словенко против Шведки, и вы знаете, здесь, мне кажется, тоже силы вполне равны, силы вполне равны, и то же самое происходит, отстает, конечно, Словенко впереди, но там минимально, минимальное просто преимущество, Альфан пытается догнать, нет, не хватило, Эстель Альфан, 7 сотых, вот посмотрите, какие битвы начались, да, абсолютно на равных, в предыдущей паре 7 сотых, сейчас опять 7 сотых, Скиду тут, конечно, все на готове, хоп, и поехали, на старт, следующая пара, Нина Хаверлозет и Катарина Труппе, ну, уже такие признанные сламистки, высоко уровня, согласитесь, и тоже интереснейшая пара, ну, кто, кто быстрее среагирует, по-моему, все-таки, по красной австрийка, побыстрее, среагировала на старт, а на троплине практически одинаково, ну, может, одна, две, три сотки существуют, но, друзья, человеческий глаз, одну, две, три сотки не воспринимает, физически, так что, это слишком мало, ух ты, ну, вот, в общем-то, как мы ожидали, абсолютно равна, но равна в пользу Хаверлозет, две сотых доли секунды, решили, решили вопрос в этой паре, вот, давайте посмотрим, что значит две сотых, ну, да, да, где-то 20 сантиметров, практически на равных, очень красивый повтор, все грамотно, четко было сделано в этом месте, что мы с вами увидели, Лена Дюр против Славянки Бючек, да, согласитесь, такая сумасшедшая борьба была, в предыдущем стадии, у Лены Дюр, чудом она, у Годжи вырвала, проход, но теперь опять, у нее непростая соперница, Славянка, мне кажется, даже чуть-чуть впереди, вот что значит, выскориться на финише, Бючек вырвает, просто вырывает, опять шесть, было семь сотых, семь сотых, шесть сотых, посмотрите, ну, просто сумасшедшая борьба, две сотых, разница между спортсменками, да, но следующая пара, Свен Ларсон, против Ирены Куртоне, ну, знаете, в этой паре, конечно, Свен Ларсон, да, согласитесь, она, все-таки, я думаю, посильнее, но это не значит, что Эль Тайяка не будет бороться, друзья, абсолютно нет, если уж на предыдущей стадии, Ирена Куртоне, она обыграла Линсбергер, очень сильную Австрику, Кроссблокинг, посмотрите, постоянно шведка при ней, вот, причем так здорово у нее отработано, у Сэм Ларсон, посмотрите, как она, оп, оп, двумя руками флаги сбивает, так, кстати, итальянка тоже пытается это сделать, я вот именно хотел сказать, пытается, не очень хорошо отработано, и посмотрите, к чему приводит этот прием Кроссблокинг, во-первых, она ушибла руку, а во-вторых, флаг она там зацепила, так что, здесь тоже большой вопрос, с этим приемом, вот, на повторе, вот здесь, смотрите, вот, как она, представляете, чуть руку ей не выдернула, а, ой-ой-ой, так и травму можно получить, да, Франциска Гритч у вас на экранах, и против нее Марта Бассино, Бассино, которая уже сегодня выбила из соревнований, не кого-нибудь, а Венди Холденер, друзья, Гритч опять хороший, посмотрите, она и в первом раунде, и сейчас, как она со старта уходит, а, очень хороший, быстрый старт, для такой короткой трассы, это, конечно, очень важный элемент, и Гритч постоянно этим пользуется, Опа, как разбросал это ее, все-таки, ну, чудом, друзья, ушла, можно сказать, Гритч от поражения, была у нее, вы видели, приличная ошибка, опять всего несколько сотых, три сотых, решили судьбу, вот, посмотрите, три сотых, пересекает уже Гритч, и вон там носки, лыж, итальянки не достают еще какие-то сантиметры, ну, хорошо, да, по фотофинишу мы с вами прекрасно ориентируемся, ну, ну, и Бриньоне, против нее обидчица Екатерина Ткаченко, Алин Данье, Данье, по синий, и мы видим Бриньоне, по красной трассе, смотрите, какие раскованные, мощные движения, да, Бриньоне, вот она часто отличается тем, что себя очень уверенно чувствует, причем не только в параллельном, психологически очень сильно подготовленная, конечно, Федерико Бриньоне, ну, и она ожидаемо выигрывает у Данье, ну, вот видите, еще раз подтверждаю, что Алин Данье, конечно, неплохая спортсменка, кто там спорит, но не самого высокого уровня, и то, что Ткаченко и проиграла, это, конечно, ну, недопустимо, нельзя было до этого доводить, но теперь уже, конечно, ничего не изменишь, и так, друзья, это была последняя пара, одной восьмой финала, и следующая стадия четвертьфинал, остается всего восемь спортсменок у нас, всего восемь, тут уже ближе к пьедесталу почета, мы подбираемся, вот результаты, зеленый, напоминаю, зеленый значок говорит о том, кто в паре прошел дальше, кто выиграл, Бютчик, Свен Ларсен, Грич, Бриньоны, это из нижней части таблицы, и стартовая листья одной четвертой, посмотрите, какие у нас получились пары, Вылхова с Канаткой будет, соревноваться с Сан-Жермен, Хроват с Хаверлозе, Свен Ларсен с Бютчик, две Славянки, посмотрите, в одной четвертой финала, это очень большой успех для девушек, пока у них ничего серьезного в нынешнем сезоне не было, но вот параллельный пока у них получается. А посмотрите, тут танцы на трибуне, какая-то ритмичная музыка, как они интересно там, один ряд поднимается, потом другой, показали бы еще нам, это интересный момент. девятнадцатый номер у вас на экранах, это же славянская спортсменка Анна Бютчик. Ну, а первая пара, и как всегда в этой первой паре, вот по сетке соревнований, в первой паре всегда на всех фазах выступает Петер Вылхова. Ну, вот смотрите, Бриньону уже подвезли на старт, казалось бы, она только что финишировала. Ну, что тут? Всего-то 80 метров вертикальный перепад на скиду, это, ну, просто моментально. Так. Да, канатка-то не собирается, да, отдавать Петре Вылховой. Поборется, поборется обязательно. Второй. Посмотрите, как Вылховой удается наращивать с середины дистанции, да? Прямо с середины уходит, 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 и в результате тридцатых выигрывает. Петра, конечно. А еще обратите внимание, друзья, насколько стабильно. Вот по остальным спортсменкам, по многим, согласитесь, иногда переживаешь, что они зацепят флаг, сойдут там что-то. А вот когда смотришь на Петру Вылхову, у нее такая четкая стойка, стабильная, настолько все всегда ровно, что как-то и не сомневаешься в том, что она все сделает правильно и быстро. Молодец, Петра. Посмотрите, сколько поклонников из Словакии приехали сюда за свою любимницу поболеть. Вот тут даже еще с тренера последние такие нюансы. Уже в полуфинале у нас Петра Вылхова. А в следующей паре у нас Хроват и Хавер Лодзет. Вот она, Хроват по красной, Норвежка по синий. Ровная пара. Мне кажется, даже Норвежка чуть-чуть посильнее в этой паре. Но, друзья, тут может быть по-разному. Ух ты, Метта-то, посмотрите, прибавила буквально на финише, и что? И выигрывает. Да. Сильного мастера параллельных дисциплин обошла Хроват, а? Для нее это успех. Безусловно, успех. И она в полуфинале, ни много ни мало, друзья. Но это Хроват. Вот. Сейчас мы видим ее исполнение. Лыжи у нее Соломон. Ну, я думаю, тут такие красивые повторы. Вы сами видите, на каких лыжах выступают. Не надо даже особо объявлять. Это все хорошо видно. Да, лучший результат в сезоне будет у Метта. И посмотрим, как все это будет выглядеть дальше. Анна Свен-Ларсен против другой Словенки. Против Ани Бучик. Покрасный сейчас будет стартовать Анна Свен-Ларсен. Бронзовый призер параллельных соревнований в Стокгольме прошлого сезона. Анна Свен-Ларсен. Начинает обходить она, по-моему. Да, начинает обходить, уходить, я бы даже сказал, от Словенки. И на финише преимущество получилось большое. Вот да. По типу... Согласитесь, по типу Вылховой такая модель, да? До половины трассы идет почти равная борьба. А потом хоп и уходит. Наращивает темп. Шведка. Ну, довольно, конечно, еще бы. А вот, вот, кроссблок в исполнении Шведки. Ну, посмотрите, да, вот как выбирают, интересно, спортсменки. То применяют кроссблоки, то нет. Ну, видимо, это от темпа, от ритма зависит. Какие-то вот такие индивидуальные моменты. По-другому как тут скажешь. Последняя пара, четверть финала, в свою очередь. Гритч против Бриньоны. Ну, Гритч сильна. А как она со старта уходила в предыдущие попытки? Давайте посмотрим, сможет ли она сильную итальянку прям со старта обойти. Ну, на равных Бриньоны не уступила. Как минимум не уступила на старте. А на трамплине... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Ну, все. На трамплине сразу после ошиблась Бриньоны и расклеилась. Да, расклеилась. А Гритч уже на финише. Ну, тут было ясно, друзья, да? Две такие ошибки, это не прощается. Это уже, естественно, объятие. Ну, у девушек всегда так, они милуются на финише. Проиграл, выиграл все равно. Поцелуйчики, объятия. Поздравляют друг друга. Вот. Ну, не так много сегодня, но все-таки бывают ошибки, да? Я в начале трансляции сказал, говорю, давайте обратим внимание на трамплин. Все-таки это непростой элемент. И вот, пожалуйста. Мы прервемся, но совсем ненадолго. Продолжаем нашу трансляцию, друзья. Напоминаю, параллельный слалом в Санкт-Морице в исполнении женщин. И мы уже подошли к главной фазе соревнований. Сейчас у нас полуфиналы, большой финал, малый финал. И, конечно же, еще будут дополнительные заезды. Ведь нам нужно расставить спортсменок. И не только первое, второе, третье, четвертое, но и пятое, шестое, седьмое, восьмое. И за эти места будут тоже, по правилам, дополнительные заезды. Ну, а на данный момент у нас победители, ой, проигравшие за выход в полуфинал. Вот как раз Сен-Жермен и Хавер Лозет разыгрывают пятое, седьмое места. Они тоже должны между собой разобраться. Потом мы только уже перейдем к большому финалу, к малому, к полуфиналу и потом к большому финалу. Вот, видите, проходит следующий. У нее будет, в свою очередь, дополнительный заезд за борьбу за пятое, шестое места. А у Хавер Лозет будет дополнительный заезд за седьмое, восьмое места, так как она проиграла. Ну, вот это как раз, о чем я говорю. Дополнительные заезды, все-таки количество очков очень разное между, там, четвертым, пятым, условно, и восьмым местом, да. Поэтому надо четко всех расставить по позициям. Для этого и нужны дополнительные заезды. Ну, что, Сен-Жермен сегодня приличные очки наберет, да. Если уж в обычном слаломе не получилось, то, видите, в параллельном она выступила. Очень даже прилично. Вот она у вас на экранах, кстати, Лоранс Сен-Жермен. Ну, а это Петра Вилхова. А это значит, что это полуфинал. Первый полуфинал. И Петра Вилхова против Мэтти Хроват. Мэтти Хроват. Трудно сейчас будет, конечно, Мэти. Вилхова демонстрирует просто великолепную готовность на сегодня. В этой дисциплине. 15 секунд. Великолепные кольки готовы. Великолепные кольки готовы. Смотрите, на фоне Вилховой Мэтта все-таки, да, она поменьше и ростиком. Такая более компактная девушка. Ой-ой-ой, как ее разбросала, а. И сначала потеряла контроль. Потом еще раз. Ну, а Вилхова просто не обращает на это внимание. Да, мне так и хотелось сказать. Если бы она там не ошиблась, друзья, ну, это же неприменимо, если бы, да. В том-то и есть суть соревнований, что кто-то рано или поздно ошибается. Вот в данном случае Мэтти Хроват, а Петра Вилхова, ну, просто стабильно, на удивление, да. Вообще никаких ошибок не допускает. Не позволяет себе делать ошибки, так бы я сказал, Петра Вилхова. И, естественно, она в финале. Опа. Вот, видите, еще молодежь, что не упала, не сошла, да. Какие рефлексы-то классные у славянки. Реакция великолепная. Ну, а вот Петра, видите, очень собрано, все у нее очень четко. В малый финал уходит Хроват, она будет бороться за третье место, ну, а Петра, естественно, будет бороться за победу в сегодняшних соревнованиях. Следующая у нас... Следующая у нас Бриньоне и Бьючек. Это проигравшие, это проигравшие, друзья, в предыдущей стадии. Вот как раз борьба за места с пятого по восьмое. Дополнительный заезд. Да, вот, видите, титр на экране, нам как раз говорит, проигравшие в своих парах. Ух ты, Бриньоны, посмотрите, прям улетела со старта от Славянки. Ну, мне кажется, Славянка подустала. Все-таки уже много заездов, у кого шесть, у кого семь, сколько уже получилось. А так как темп максимальный, понятно, что... Вот, квалифицировалась Бриньоне, у нее еще будет дополнительный заезд за пятое-шеестое места. А Бьючек... Но Бьючек так и останется на восьмом месте, судя по всему. Бриньоне за пятое поборется. Сан-Джермен, насколько я понимаю. Да, за пятое место будет битва еще у канадки с итальянкой. Ну, смотрите, Бриньоны-то опять очечки. К сегодняшнему дню она подошла с отставанием от Реббинсбург в общем зачете на 20 очков. И, судя по всему, она это преодолеет, друзья. Если Бриньоне занимает пятое место сегодня, она в общем зачете выходит на второе. Прилично. Ну, это талисман Сан-Морица, вот этот горный козлик. Давно мы этот талисман помним. Федерико молодец, она все время улыбается, да. А что унывать-то, да? Удовольствие, кроме всего, еще получает. Достаточно трудная работа, согласитесь. Профессиональные горные лыжи. Это дело очень серьезное. Друзья, это у нас второй полуфинал. Сейчас выявляется соперница в финале. Соперница Вылхова. И, судя по всему, Свен Ларсен. Да, ой, как упал это. Сначала сбилась, но я думал, ничего страшного. У нас австрийка-то, Грича, посмотрите, она упала еще сильно. Но будем надеяться, что не ушиблась там австрийка. Не хватало еще травму здесь получить. А, вот, все, жива-здорова. Грич поборется за третье место. Да, все в порядке. Так, ну что, друзья, главные люди у нас определились. Финал. Главный финал это Вылхова-Свен Ларсен. Вот, посмотрите, падение какое было. Аж волосы из-под каски тут развиваются только на ветру. Вот так вот загладила трассу немножко. Франциско-Грич. Бывает, бывает. Ну, а за третье место тоже пара нам понятная. Хроват против Грич. Друзья, ну, еще одна совсем небольшая пауза у нас все-таки будет. И потом самое главное. Финалы. Возвращаемся в Сан-Морец. Итак, основная фаза соревнований. Посмотрите, друзья, у нас сначала два заезда. Спортсменки разыграют седьмое, восьмое, пятое, шестое места. И потом малый финал за третье. И главный финал за победу в соревнованиях. Вот такая у нас сейчас сеточка. Красивые вершины. На фоне красивых вершин вы видите сетку. Я думаю, абсолютно здесь вам все понятно. Ну что, Вылхова и Свен Ларсен. Ну, сначала малый финал, конечно. Я про большой финал. Мне кажется, силы равны. Уж больно обе. Здорово, согласитесь. Как-то даже трудно сказать. Ну, конечно, проще было бы сказать сразу. Все, Вылхова выиграет и все. Но, вы знаете, я бы посмотрел еще. Давайте сначала посмотрим, кто же у нас сегодня будет третьим. Нет. Ах, извиняюсь, друзья. Это у нас борьба сначала за седьмое место. Все. Да. Немножко другой порядок. Но ничего, мы быстренько тут разобрались. Это за седьмое место. Хавер Лозет и Анна Бютик. Кто из них будет седьмой, кто восьмой. Мы сейчас с вами узнаем. Ну, а разница небольшая. Но все-таки за седьмое-то очко 36 очков. За восьмое 32. Ну, в данном случае Нина Хавер Лозет получает седьмое место и 32 очка. 36 очков за счет Кубка мира. Ну, для Бютик-то это вообще самый лучший старт сезона получается. Ох ты. А посмотрите, как она рукой-то зацепила. Вы знаете, ну, почти под копирку то, что было с Ткаченко. Очень похожая ошибка. И такую же Словенко совершила. Рывок рукой за флаг. Очень сильный рывок и серьезный проигрыш. Но здесь уже не за седьмое. Здесь за пятое место борьба. А пятое место это уже солидно. Пятое место. Сан-Жерман и Бриньоны. Вот канатку мы видим. Ну и, друзья, конечно, еще надо добавить. Я вот так вот сконцентрировался на очках за счет Кубка мира. А ведь призовые-то материальные еще никто тоже не отменял и не отменит, друзья. 45 тысяч долларов по-прежнему на каждом этапе Кубка мира победителю. Ну, второму там в районе 20. 5-15 и так далее, и так далее. Все равно очень серьезные призы. И это на каждом этапе. В обязательном порядке. Итак, Сан-Жерман. Бриньоны чуть-чуть отстает на длину лыжи. А вот здесь уже даже больше, друзья. Ты посмотри, канатка-то, а. А кросс-блокинг она принимает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Бриньоны падает. Но здесь, видите, недолго продлилась борьба. Только лишь в первых воротах. Дальше все стало достаточно понятно. Канатка занимает пятое место в сегодняшних соревнованиях. Ну, а и, соответственно, Федерико Бриньоны становится шестой. Давайте посмотрим, что здесь случилось. Почему же итальянка-то упала. А, ну тут флаг. Ну, вот этот прием не отработанный. Видите, у Бриньоны, что бывает вот с этим кросс-блокингом, а. Посмотрите, как у канатки все здорово, да. И только итальянка попробовала то же самое и тут же рухнуло. Да. Надо отрабатывать, конечно. Вы знаете, ну я просто уверен, что вот параллельный с Лалом, он занимает далеко не самое первое место в тренировках у спортсменов. Но взять ту же Бриньоны, да. Посмотрите, конечно, у них гигант на первом месте. С Лалом она тренирует, супергигант она тренирует. Но когда еще выкроет время для параллельного, да. И это чувствуется. Это чувствуется в соревнованиях. 30 секунд. Ну а сейчас борьба за пьедестал почета. Это малый финал. И здесь Хроват против Гритч. Победительница получает приз за третье место. Пьедестал почета. Ну что, а спортсменки-то не титулованные, друзья. Вот что интересно. Вот в чем вся соль-то в этом малом финале. Смотрите, у Мэтты, по-моему, всего лишь раз был подиум. А у Гритч ни разу не было подиума. То есть, если Австрика, она первый подиум завоюет в своей карьере. Если Мета, то второй. Ровнейшая борьба. Ух ты, как по рельсам накатывает Австрика. Ай-яй-яй. В равной борьбе. Согласитесь, Гритч. Несмотря на то, что упала совсем недавно. Посмотрите, все равно она третье место завоевывает. Первый раз в карьере, а? Браво. Что тут скажешь? Я напомню, что 22 года. Это девушки всего лишь. Ну, а Мета Хроват. Да и Мету Хроват тоже поздравляем. У нее четвертое место. Конечно, такое, наверное, самое неприятное, друзья. Но вот я, как ваш комментатор, я тоже был четвертым на чемпионате мира. Представляю, я просто знаю, как такое бывает. Вот все на пьедестале там награждают, медали раздают. А четвертое место как-то вот как не замечают. Флаг тут зацепил, а? Еще последний флаг чуть не вырвало. Ну, мощная девушка, да? Франциско Гритч. Ну, посмотрим теперь. За ней еще будем еще более внимательно смотреть на этапах. В классических дисциплинах, я имею в виду, Слава, Гигант. Она там, конечно, будет и дальше на Кубке мира выступать. Но вот сегодня у нее подиум. Ну, а теперь главный финал. Главный финал сегодняшнего дня. Это Петра Вылхова и Свен Ларсен. Сейчас будут бороться за победу в первом параллельном слаломе Кубка мира нынешнего сезона. Сезона 19-20. Ух ты! Посмотрите. Ларсен ушла вперед. Такое впечатление, что чуть-чуть проспала там на старте Петра. Но вот здесь ровнейшая борьба. Ну, мы, друзья, посмотрите, какая красота. Мы, в общем, предполагали. Обе сильны. Обе сильны. И сейчас, мне кажется, только фотофиниш. Фотофиниш. И решить судьбу соревнований. И это в пользу Вылхавай. Две сотых доли секунды опять решают все. Победа или второе место, согласитесь, чувствительная разница. Петра опять выигрывает параллельно. И в том году была победа. И в этом году победа опять за спортсменкой из Словакии. Ну, а вот фанаты явно спортсменки этой Петры. Ну, у него же большой, я знаю, такой фан-клуб, который буквально по всем этапам путешествует вслед за ней, поддержку. Ой, а что такое, друзья? Ушибло, посмотрите, а? Вот этого не хватало. Выиграла соревнования, еще и руку ушибло. Что-то у нее то ли с пальцем, то ли с кистью. А, видите, у нее тут защита еще. Но защита-то у всех вот на предплечье вот здесь. Да, говорит, как-то неудачно. Как раз она поделилась с австрийкой. Говорит, что неудачно мне тут попало по кисти сильно. Но будем надеяться, что все нормально все-таки. Петра Вылхова набирает форму в нынешнем сезоне. Я напомню, друзья, что уже послезавтра старт. Поэтому мы так беспокоимся о здоровье девушек. Уже послезавтра всем им стартовать, правда, в другой дисциплине. Во вторник гигантский слава в Куршевеле, друзья. Но Куршевель у нас многим известен телезрителям по различным поводам. Но для нас-то самое главное, что Куршевель – это один из самых красивых и классных горнолыжных центров во Франции. И вот там уже не в первый раз, естественно, пройдет этап Кубка Мира Женского. Будет слалом гигант. И наша прямая трансляция, само собой, на канале Евроспор. Франциска Гритч. Франциска Гритч. Поздравляем ее с подиумом. Третье место. Здорово она себя проявила сегодня. Ну, а для Свен Ларсен это подтверждение класса, можно так сказать. Она сейчас, после того, как Фрида Хансдоттер, великая шведка, олимпийская чемпионка, завершила карьеру. Безусловно, Свен Ларсен стала первым номером шведской команды. И она это подтверждает, в общем-то, хорошими выступлениями, безусловно. Ну, а Петра Вылхова. Единственное, что мы не увидели очередного финала в исполнении Шифрин и Вылховой, друзья. Но я уже говорил, что Шифрин пропустила сегодняшние соревнования. Но послезавтра мы знаем точно, что Шифрин опять участвовать будет в дальнейших соревнованиях Кубка мира. Так что в этом плане все в порядке. Ну, вот уже четко по местам распределены все спортсменки. Посмотрите окончательные результаты. Бассина 14, Дюрр 15, Линдсбергер. И вот, посмотрите, Катя Ткаченко, 25 место. Как обидно. Всего 6 очков за счет Кубка мира. А был шанс, был шанс, надо правду говорить, был шанс приличный. Ну, вот на этом завершается, завершился уже, можно так сказать, этап, женский этап Сан-Морицы. Вчера была суперинтересная борьба в супергиганте. Мы смотрели с вами эти соревнования и оценили победу итальянки Софии Годжа. Ну, а сегодня в Сан-Морице триумфатором оказалась Петра Вылхова. Ну, а теперь она сразу прыгнет в троечку в общем зачете. А то как-то затерялась она в начале сезона. Не самые удачные были старты. Сан-Морицы пропускала соревнования в супергиганте, но набирает ход спортсменкой Словакии. И теперь уже ясно, что она опять будет претендовать на самые высокие места. Еще раз повтор победного заезда в финале сегодняшних соревнований. И радость, конечно, тренера команды Словакии. Нам это все прекрасно понятно. Ну, что ж, друзья, сегодня с вами работали режиссер Анастасия Кольцова, ваш комментатор Владимир Андреев. И, как вы поняли, мы встретимся совсем скоро. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok